Всем привет, друзья! Добро пожаловать в мой ресторан! Здесь вышло обновление, посвященное 4 июля. В Америке это большой праздник, День независимости Америки. Здесь появились квесты, новый клиент, который будет доступен только в этом обновлении, новое оборудование, которое вы сможете получить тоже только в этом ивенте, и много всего интересного. И сейчас я вам подробно обо всем расскажу. Но перед началом хочу попросить, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, а также буду благодарна, если вы поставите лайк под этим видео. Ну и давайте осмотримся. Сразу что бросается в глаза, это красивое оформление карты. Давайте отправимся в центральный магазин, именно там нас и ждет новый клиент, который будет давать нам квесты. Здесь тоже все украшено флажками, очень красиво. Смотрите, здесь такой фонтан. И вот он, новый клиент, дядюшка Сэм. Именно он и будет давать нам квесты. Итак, квест 4 июля. Привет, повар, хотите отправиться в патриотический квест? Выполните совершенно новое задание 4 июля в моем ресторане, чтобы зарабатывать новые тематические предметы, жетоны и драгоценные камни. Найди клиента, дядю Сэма, на средней карте, чтобы начать свой эпический квест. Его мы нашли. Клиент, дядя Сэм. Поздоровайтесь с новым клиентом, дядя Сэм, в моем ресторане. Во время события 4 июля, дядя Сэм будет случайным образом появляться в вашем ресторане и платить за свои блюда больше в 1776 раз. Когда мероприятие закончится, клиент уйдет. Поэтому обязательно зайдите в игру, чтобы обслужить этого клиента, ограниченного по времени. Ну и давайте с ним уже поговорим. Привет, Гонзик. Я рад, что наткнулся на тебя. Счастливого 4 июля. У меня есть кое-какие квесты для тебя. Нажми на значок ивента. Туда, куда показывает стрелочка. Мне пришлось перезайти. И, ребята. И квесты не показываются, пока вы не поговорите с дядюшкой Сэмом. Но здесь мы видим, что здесь будут события по времени. Это шоу фейерверков. Каждый день посещайте свой ресторан, чтобы увидеть шоу фейерверков. Игроки, вошедшие в систему во время шоу фейерверков, каждый раз будут получать бесплатный жетон события. Шоу фейерверков проходит раз в два часа. И соревнования по поеданию хот-догов. Во время события 4 июля соревнуйтесь с другими игроками, чтобы съесть больше всего хот-догов. Как только соревнование начинается, хот-доги будут случайным образом падать на карту. Некоторые из них даже обладают крутыми способностями. Соревнуйтесь за первое место на своем сервере за жетоны события. И, возможно, даже закрепите место в глобальной таблице лидеров хот-догов. Чтобы получить шанс выиграть бесплатные эксклюзивные перевернутые ящики. Соревнования проходят раз в два часа. Посмотрим, какие награды мы сможем получить. Мы сможем получить вот такие золотые фейерверки. Эти фейерверки дают шанс, что ваши клиенты будут носить бенгальский огонь. Вместо шляпы. И они будут платить в 8 раз больше. Шанс, что вам выпадет этот предмет равен 0,1%. Также мы можем выиграть буст, который активирует рекламную кампанию. Рекламная кампания на 30 минут 20% шанс выпадения. И рекламная кампания на час 6% шанс выпадения. Буст на двойную прибыль. На 30 минут 20%, что вам выпадет этот буст. И на 1 час 8% выпадения этого буста. Ну и также гемы. Тут написано, сколько гемов вы можете выиграть и какой шанс выпадения этих гемов. Но чтобы покупать эти награды, у вас должны быть новые монеты. Для празднования 4 июля нужна валюта 4 июля. Вставляем жетоны фейерверка. На протяжении всего события 4 июля вы можете зарабатывать жетоны фейерверков, выполняя квесты, выигрывая конкурсы хот-догов и посещая шоу фейерверков. Также эти монеты можно приобрести за рубаксы в магазине. Вот цены этих новых монет. Они будут доступны только в этом ивенте. Ну давайте поговорим с дядюшкой Сэмом, чтобы у нас все-таки появились квесты. Вот они квесты. Итак, первое, что нам нужно будет сделать, это один раз посетить шоу фейерверков. За это нам дадут вот такие шарики. Воздушные шары к 4 июля. Ничто так не украсят ваш ресторан, как воздушные шары. Эти новые воздушные шары к 4 июля обязательно сделают ваш ресторан праздничным и захватывающим во время мероприятия. Доступно только через квест 4 июля. Этот предмет доступен только в течение ограниченного времени. Ну и следующие квесты станут доступны после выполнения первого квеста. Но уже можно разглядеть, что во втором квесте нам нужно будет посетить 5 событий по поеданию хот-догов и обслужить 5 клиентов дядюшку Сэма. За это мы получим в 2 раза больше монет фейерверков и также обычные фейерверки. Про них я уже рассказывала. И последний третий квест мы должны обслужить 100 тысяч клиентов, посетить 20 шоу фейерверков и выиграть 3 хот-дог соревнования. Награду мы получим 25 тысяч гемов, увеличение получаемых монет в 6 раз и также вот такое подтаявшее мороженое. Ничто так не охлаждает вас в жаркий летний день, как хорошее эскимо. Что ж, поздоровайтесь с расплавленным эскимо. Да, он частично подтаял, но все равно вкусный как всегда. Этот предмет позволит вам привлечь клиентов дядю Сэма после завершения событий 4 июля. Доступно только через квест 4 июля. Этот предмет только в течение ограниченного времени. И вот она, та самая таблица лидеров по поеданию хот-догов. Находится прямо в центральном магазине. Ну что, пришло время посетить шоу фейерверков. Сверх мы видим таймер и сейчас начнется шоу. Я специально отдалила камеру, думаю будет что-то масштабное, интересное, красивое. И мы с вами в полной мере насладимся этим событием. Итак, ребята, ждем. И шоу начинается. И здесь небольшие маленькие искорки возле моего аватара. И все. Ну, вот такое шоу получилось. Ладно, посмотрим засчитали его в квестах или нет. Да, квест засчитан. Я могу забрать награду, шарики. И мне открывается следующий квест. Про него я уже рассказывала. Ну что ж, ребята, вот такое обновление вышло в моем ресторане. Я желаю вам удачи в прохождении всех ивентов и получении этих редких наград. Буду благодарна вам, если вы поставите лайк под это видео. Я старалась для вас. И надеюсь, видео получилось интересным. Всем большое спасибо за просмотр. Отличного настроения. И пока-пока.